Вашу увазь информационный выпуск телерадоя компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Доброй ранецы. Жихары Гомельской в области знову будут злячиться у Крыму. Размещены у месхоры санаторы Беларуси, а мая намер одновить продаж путевок у Беларуси. Усе варианты организации беспечного отпочинку на 5 дней обмерковали на на радио областном управлении Республиканского центра по оздоровлению санаторно-курортным лечением насельництва. Кто поедет в Крым, доведались наши корреспонденты. Санаторы Беларуси властностью нашей страны являются уже 60 лет. И весь этот час тут проходили оздоровления главным чином жихары Беларуси. Ситуация корреспондентным чином изменилась в минулом году, когда граница с Крымом сбоку Украины оказалась закрытой. Все лето на предлату санаторы отпочивали когда 3000 россиян и только 30 семья из Беларуси, которые приехали в месхор самостоинно. Меж тем, за последние 5 лет Украина уклала в развитие установы больше 10 миллионов долларов. И створенная база должна быть использована для восстановления здоровья, перш за все, жихару Беларуси. Медицинский персонал прошел переквалификацию согласно российскому законодательству. Построено много объектов, допустим, введен в строй новый лечебный корпус. Отремонтированы корпуса, которые были, скажем так, в не самом лучшем состоянии. На данный момент они находятся в достойном состоянии, которое соответствует трем звездам. Реализацию путевок для жихару Беларуси у санаторий готовы подшать уже в наступном месяце. Бодай самое головное – организовать беспешную доставку от подшивающих. Робиться это будет централизовано. С подшатку людей привязуть у московский аэропорт, а туль – самолетам у Крым. Цены у авиакомпаний формируются, буквально ежедневно цена может меняться. И сам человек, когда он начнет заниматься поисками билетов, ему будет очень сложно. Он может купить и не самый дешевый билет, а наша цель – для того, чтобы помочь человеку найти оптимальный путь проезда. Да и оптимальный, в том числе и по цене. На это будет настроена работа всех сотрудников Центра Курорта. Мисхоровский санаторий Беларуси установят специализованное – основный профиль лечения астмы и органов дыхания. На Гомершине наздоровление в этом санатории ускладают великие надеи. По усиляким разе досягнуть такого лечебного эффекта, як у Мисхоры, у близким замежи больше немогчима ниде. Если мы возобновим работу нашего санатория и обеспечим нормальную, безопасную доставку наших детей и матерей с детьми в санатории Мисхор, Беларуси Мисхор, то мы где-то порядка трех-четырех сотен детей, страдающих заболеванием верхних дыхательных путей, особенно бронхиальной астмой, сможем наконец-то снова полечить в таком санатории. Олег Сентюроу, Дмитрий Котов, Ялген Макеенко. Отель радио «Компания Гомель». У Мазыры почалась реализация еще одного проекта на кированах на оборону правоу детей-сирот. Сегодня в этом регионе в уголе створена комплексная система работы с неполнолетними, и ке засталися без опеки батьков, те опынулись в социально небеспечном становище. Олег Сентюроу ознайомился с мясцовым опытом. Сегодня в Мазырском районе проживает 237 детей-сирот. Это не на 10% уменьш, чем было в 2013-м. Таким чином ситуация полепшается, але работа на пердеже вельми шмат. У Мазырском социально-педагогичном центре зараз калят 20 детей, и ке пынулись в небеспечном становище. У некого батьки не могут выконовать свои обовязки по стане здоровья, некоторые ведут так званый аморальный лад життя. Для их у центра навод специальный клуб створили. На протягу полгода, что дети находятся у притулку с такими дорослыми, специалисты проводят постоянные консультации. Я прошу родителей вспомнить себя в детстве, вспомнить, чего им не хватало, когда им было 5 лет, когда им было 7 лет, когда им было 12 лет. И вспомнить себя в этом возрасте, когда они говорили, а вот когда я вырасту, то мои дети в этом нуждаться не будут. Я прошу их вспомнить себя, и они вспоминают, что они обещали самим себе, своим друзьям, своим родителям, что они будут достойными родителями. До Дня Мати выхованцы социально-педагогического центра зарабили стенгазету и до этого часа не дозволяют дорослым занятие. Дети ведь не спадяются, когда Мати прочитает самая потаемная, то обовязково забирают их домой. У Гогули только за три апошки месяца у муцари презентовали шерох проектов, накерованных на усмотрение семьи и оборону правов детей, которые опынулись в социально-небеспечном становище, начиная от встреч с работниками местных предприятий до организации городских семейных святов. И еще один проект с минулого месяца начали проводить специально для приемных семью. Проходят мастер-красы, тренинги с детками, встречи с интересными людьми, братья встречаются с сестрами, у детей повышается самооценка, уверенность в себе и возникает некое чувство единения все вместе. Адель Сентюров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Мазыра. 26 листопада у четверг комитет державного контроля Гомельской области проведет черговую телефонную горячую линию. На этот раз же горы региона смогут вернуться до специалистов по питаниях якости и культуры обслуговывания насельництва у розничной гандлевой сетцы. Прымать телефонные звороты будут с 11 до 12 годин по номерах у Гомелли 23-83-96 и 23-83-98. У Гомелли протягиваются мероприемства, присвеченные 72-й годовине вызволения областного центра от немецко-фашистских захопников. На переддне помеж двума средними школами Гомеля и российского Ульяновска отбився телемост. Сустреча с гисторией так гучала тема интерактивного диалогу. Супрацовництву школ три годы. До речи, же горы Ульяновска у складе 11-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Фядюнинского допомагали у 43-м годе вызволять Гомель от немцев. И зараз в учней российской гимназии разом со своими наставниками шукают военные раритеты, які были святками боевых деяний у нашем регионе. Хаштонность представляет усе – фотосдымки, листы, архивные записи, уласные речи бойцов. Пошуково-доследческой деяностью займаются и старшеклассники Гомельской школы. Дареже зараз у музея, якому по 100 годе, некольки тысяч экспонатов. Телемост – махчимость обменяться на запашенным гисторичным материалом. Мы решили провести совместно впервые телемост именно нашей школы 33 и созвучной гимназии номер 33 города Ульяновска. В ходе телемоста мы должны обменяться друг с другом результатами поисково-исследовательской деятельности в рамках работы наших школьных музеев боевой славы. У вересни 1943 года у оперативной изводцы САВ-информбюро заявилось поведомление об гомельском накерунку. Поспеховое форсирование дня прайсажа, вызволение комарына, терраховки, ветки, добршина, вабелицы, лоева и інших населенных пунктов дозволили советским войскам почать непосредную подрыхтовку дара шучих боев за областный центр. Яны увошли в историю Великой Чыной войны под назвой гомельско-реческой операции. В листопаде 1943 года на подступах до гомеля ворох побудовал могутную линию обороны, сконцентровал множество танков и артиллерии и оказывал моцное сопротивление. Дея неназемных немецких войсков активно патрымливала авиация. Не глядяши на все намагания фашистов, советская армия настойливо рухалася наперед. И у вечера 25 листопада с трех боков падышла до гомеля. Гитлеровское командование побоялось окружения и пошло отводить войски из Межреча Сажа и Днепра. Наступный день стал пераможным. Областный центр был вызволен от немецко-фашистских захопников. 28 месяцев длилась оккупация города Гомеля. 26 ноября наш родной город освободили. Учащимися в нашей школе собран интересный материал в оккупационном режиме в городе. О работниках-подпольщиках, вагоноремонтного завода, расстрелянных на Заровском лесу. Память о них в вековечном мемориальном комплексе, который расположен в сквере у нашей школы. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля на базе войсковой части 55-25 пройшел республиканский чемпионат кинологичных службов. За призовые места змагалися представники разных силовых структур, однако головными героями стали четырехлапые удельники с поборництвов. Подробностей в сюжете наших корреспондентов. А учарки, спаниели, лабрадоры. Сегодня гэты махнатые бойцы разом с людьми оховывают мяжу, служат в внутренних войсках и навыд у специализованных подразделений по борьбе с терроризмом «Алмаз». Одны из их научены вынюхывать наркотики, які хавают контрабандисты. Инши специализуются на пошуку выбуховых речевал. Варто означать, некоторые собаки не смогли удельничать у чемпионате по вельми уважливой причине. Яны заденечены у мероприемствах по узмацнению мер безпеки, які прымаются у многих краинах после трагедии у Франции. Беларусь не выключенне. Кинологические службы участвуют в обеспечении национальной безопасности. Вот это основная задача. Посредством поиска наркотиков или поиска взрывчатки, в зависимости от задач подразделений. Ничего у нас нового не придумали, лучше, чем нос собаки. Кинолог, чтобы было понятно, это переводчик собачьего языка. То есть собака на свои органы чувств ловит, и потом она должна это перевести на наши органы чувств, то есть человеку сказать, что здесь есть что-то. Подмануть таки тандем амаль не махчыма. Олешка лихто и помыляется, то это человек. Без допомоги махнатого сябра ему не обыстись. Летят чувальный пах тратилу, сдольную ловить только нос собаки. Такие, яку пригажу не герды. У свои полтора годы гэта бельгийская очарка досягнула добрых выникал. Частей за все у реальных умовах. Что? Хорошо. Что-то. Зрешто службовая собака служит ни за звание, ни за орден. Яго головная знагорода – сябраство с господаром. Якое, як и любое сябраство, потребует намаганию обо двух. Самое главное для кинолога – терпение. Далее, любовь к собаке, она как бы, ну, без этого вообще никак. Без любви ты просто не будешь понимать эту собаку. Она-то сказать ничего не может. Но на самом деле, вот даже по глазам можно многое понять, что вот она думает, что она хочет и что ей надо в этот момент, может быть, сказать, поддержать там как-то. Место на пьедестале кинологи заняли разом со своими напарниками. Справедливое и тое, что медали вешали на груди собакам, якие отказывали по-военному, адривистым брехам. И в завершении сюжета сумный факт. У день открытия шампионата у Парыжи проходила операция, подчас якой а друг террористу загинула авчарка помянушцы «Дызель». Ценой своего життя она вырытывала полицейских и стала героем сусветной сетки. Руслан Пролясковский, Вольга Вальшенко, Александр Александронец. Телерадо и компания «Гомель». И это был последний сюжет нашего ранешнего выпуску. У студии працывала Наталья Игнатенко. До новых встреч в эфире и всего доброго.